Сегодня у нас очередное заседание, оно, к сожалению, проходит трагическую дату 29-й годовщины со дня расстрела Дома Советов. Мы всех вас приглашаем. 15.30 метро 905 года будет встреча депутатов фракции КПРФ с участниками, ну и некоторые мероприятия, возложение цветов, поклонному кресту и другие. Теперь по повестке. У нас сегодня 48 вопросов повестки дня, 34 основных, 1 третьего чтения, 6 второго, 2 постановления. Ну, я думаю, что, скорее всего, мы рассмотрим только основную повестку. Но хотелось бы о чем сказать. У нас планируется и слушание про городской электрический транспорт. Там внизу есть хорошая выставка, но он, к сожалению, во многих городах почти демонтирован. Почему? Потому что сегодня электротранспорт, тариф на электроэнергию такой же, как для промышленных предприятий, хотя до 91-го года, даже до 93-го. Тариф у него был, как в любой коммунальной службе и сельском хозяйстве. Второе. Обратите внимание. У нас крылья перевозят 100 миллионов пассажиров и получают 100 миллиардов рублей из бюджета федерального. Городской общественный транспорт перевозит 8 миллиардов пассажиров и не получает ни копейки. При том, что 184-м законом, я не устаю об этом повторять, 200 федеральных полномочий переведены на регион, на регион, на муниципалитет, а финансовых мандатов отдано всего треть. Вот поэтому сегодня ситуация у нас и с мобилизацией, и с другими вопросами. Все хотят, чтобы занимались внизу, но без денег. А наверху делили деньги определенные люди, которые в любой горячий момент первыми уезжают в Грузию, Казахстан, ну, те, кто не успел в Лондон отъехать к своему имуществу. Поэтому мы вообще считаем, что назрела пора, и мы настаиваем на необходимости проведения таких же слушаний, вот как по гороэлектротранспорту, об итогах и воздействию на СВО реформы Сердюкова. А я вам напомню, что при Сердюкове было закрыто 67 военных училищ. Причем это училища базовые от ракетных войск артиллерии, где-то 6 училищ связи, которые нет сегодня, где-то 7 артиллерийских училищ, где-то столько же мотострелковых училищ и 8, по-моему, медицинских, военно-медицинских. И в данной ситуации Сердюкова это не безобидная личность. Он фактически разрушил, переведя на усорсинг, все снабжение. Вот сегодня призвали защищать капиталистический строй человека, а он должен найти 100 тысяч рублей для того, чтобы одеться, обуться, взять с собой спальный мешок. Мы считаем это недопустимым и настаиваем на необходимости внесения поправок на предварительной проверке счетной палаты, правильно ли расходуются деньги. Мы убеждены, что государство обязано одеть, обуть, вооружить, обеспечить системами связи, тепловизорами и всем другим. Для этого выделялось достаточное количество денег. Поэтому мы будем настаивать на проведении таких парламентских слушаний, которые должны рассмотреть вопросы или нового закона об обороне, нового закона о мобилизационной подготовке. Потому что все хотят, чтобы всем занимался бедный и нищий муниципальный уровень, понимаете? В то время как мобилизацией всегда в нормальной стране занимается Генеральный штаб и Министерство обороны. А у нас все это дело оптимизировали, поставили случайных людей во многих местах. И теперь они же колобродят и людей, потому что призывают самых беззащитных и самых нужных. Потому что сейчас идет уборка урожая. Взяли, призвали трактористов, комбайнеров и урожай убирать некому. Это что такое? Поэтому этот вопрос мы обязательно будем настаивать, чтобы он нашел свое разрешение, поправки в законы и новые законы мы уже подготовили. По вопросам предстоящего бюджета мы, конечно, отдельный подход сделаем по бюджету, но мы убеждены, что если мы будем продолжать финансовую кредитно-денежную политику, ту, которая проходит сейчас, то никаких проблем мы не решим. С нашей точки зрения нам надо от освоения денег систему поменять на систему, которая будет решать проблемы, расходуя деньги на их решение. А в данной ситуации продолжается система освоения денег. С утра до вечера звонит мобилизованная, поскольку я их депутат, они просят эти вопросы, во-первых, озвучить на пресс-подходе, во-вторых, решить. Первое, это самое важное, то, что говорил Николай Васильевич, вы же знаете, люди бегают сейчас по аптекам, покупают лекарства, по магазинам охоты рыболов, покупают одежду, ищут верцы, проники, каски, потому что на самом деле одеваться им бывает сложно. Я считаю, в этом виноват военкомат, в том плане, что не говорят о всей проблеме и называют только самой минимальной перечень необходимых вещей. А когда мобилизованный приходит на сбор, он понимает, что нет элементарных вещей, но уже их приобрести сложно. Конечно, спасибо всем нашим родственникам мобилизованных, что они стараются решить вопрос. Также бизнесмены создают целые группы, где собирают деньги и покупают. Но от того, что такой огромный ажиотаж произошел, вы понимаете, цены возросли в 3, в 4, в 5, в 10 раз. Конечно, у нас сейчас тройки патриотические, и слово «спекуляция» не подходит. Но я считаю, правильно описать ситуацию, цены стали безумно высокими. Во многих регионах даже нет элементарных спальников, чтобы люди могли поспать у себя в палатке или там в спортзале, куда их размещают. Поэтому я написал первый запрос на Мантуров, я ему доверяю, он человек с головой, чтобы мы в стране создали единый операционный центр по сбору денег. И он, вы все понимаете, что когда заказываешь оптом, получается дешевле, чем в розницу, размещал заказы в стране. У нас поскольку уже магазины охоты рыболов остались пустые. Или оперативно завез за рубежа все необходимое бандирование. Но при этом также важно отметить, что нужно в этих случаях, как мы понимаем, лекарства бывают с ограниченной ценовой наценкой или хлеб-молоко, точно так же ограничить и вообще убрать. Таможенный пошлий предложил, убрать НДС, чтобы вся одежда покупалась для амблизованных по минимальным ценам. Не просто самую дешевую, а за счет того, что мы в цене понизили, взять хорошего качества, потому что они же не на рыбалку пошли, не на охоту. Им на самом деле нужно хорошо быть одетыми. Это первый. Запрос второй послал в Центробанк на Биулиной. В чем проблема? Мы здесь, депутаты Госдумы, принесли законопроект, что предоставляется отстрочка, вернее, замораживаются кредиты. Но в реальности, когда наши бойцы обращаются по телефону банка, им говорят, приходите к нам, принесите паспорт, напишутся заявление, покажут справку, что вас мобилизовали, тогда мы вам заморозим. А как они могут с передовой попасть в банк? Поэтому я прошу на Биулину, чтобы она взаимодействовала с нашим Министерством обороны и по спискам уже автоматом людям предоставили заморозку кредитов. Третье, что попросили меня озвучить, ОСАГО. Ведь там в основном все мужчины, у каждого есть машина, большинство у них есть ОСАГО на одного человека. А теперь машина стоит приколом у дома, и никто не может пользоваться. Вот они также просят, чтобы целенаправленность Министерства обороны был в списке мобилизованных и дали возможность этим людям вписать туда своих друзей, родственников, то есть второго человека, чтобы машина могла ездить. Во-первых, ОБХСС, Следственный комитет и ФАСС должны хотя бы неделю, минуточку, поработать на государстве. И все, кто поднял 3-5 раз, должны сидеть или быть на передовой. Тогда они лучше будут понимать, когда надо поднимать цену, когда нет. Я такой вопрос, послушай внимательно, я этот вопрос поднял на Совете Думы, и на прошлой неделе мы вносили такое протокольное поручение, вместе с Николаем Ивановичем, еще с группой наших товарищей. О лекарственном обеспечении, Николай Иванович, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, сегодня в повестке дня, возвращаясь к ней, к заседанию сегодняшнему, есть вопрос из второго чтения закон о лекарственном обеспечении изменения в федеральный закон в части осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемый по рецепту на лекарственный препарат дистанционным способом. В первом чтении принимался этот закон, мы его поддерживали, где в названии присутствовало слово «эксперимент», ко второму чтению из названия слово «эксперимент» убрано, но суть от этого не меняется. Предполагается, что с 1 марта 2023 года на территории трех субъектов Российской Федерации, Москва, Московская область и Белгородская область, начнется вот эта процедура использования возможности дистанционного доставки лекарств, на которые есть рецепт. Мы этот законопроект поддержали и поддерживаем, наша фракция, но у нас есть свои поправки. Мы вчера их на комитете отстаивали и сегодня они также будут находиться в поле зрения депутатам. Во-первых, мы считаем, что необходимо расширить территории, количество территорий, на которых возможно использование такого способа доставки лекарств, помимо трех субъектов указанных, должны при определенных условиях иметь возможность включиться и другие территории по мере готовности выполнения требований, которые предъявляются правительством Российской Федерации. Во-вторых, мы считаем, что срок три года, который был установлен с 23 по 26 для эксперимента, слишком долг, поэтому, наверное, можно было бы ограничиться одним годом до марта 2024. И в-третьих, полагали бы возможным, чтобы такая доставка дистанционным способом лекарственных средств была распространена и на те лекарства, которые бесплатно или со скидкой предоставляются гражданам, ну, как мы говорим по-простому, льготное обеспечение лекарственных средств. Эти три поправки мы отстаиваем, считаем, что они бы систему нашего лекарственного обеспечения сделали более справедливой, более эффективной, более доступной для граждан. В целом, напоминаю, наш подход к системе здравоохранения Российской Федерации заключается в стратегическом решении трех вопросов. Первое. Повышение централизации, без чего невозможно качество и контроль в управлении системой здравоохранения. Второе. Госбюджетное финансирование должно практически быть стопроцентным, а то, что касается страхования, должно стать добровольным сугубо делом дополнительно гарантированному госбюджетному финансированию. И третье. Это вот та система гарантированного лекарственного обеспечения всех граждан, доступная с отечественным производством, с качеством, с безопасностью и так далее, и так далее. Над этим работаем. У нас готовятся парламентские слушания по лекарственному обеспечению в ближайшее время. И будем проводить. Здесь добавляя Николай Иванович, я о чем хотел бы сказать. Обратите внимание, единственный из крупных городов Новосибирск, который не приватизировал свою аптечную сеть. И в ковидное время единственный город, в котором, а, не было перебоев с лекарствами, в котором цена не была заоблачной. Точно так же, как и муниципальный транспорт. Обратите внимание, единственный метро в Новосибирске, который имеет, а, цену меньше, чем у других, и ритмичность лучше, чем у других.